Екатерина, как много сейчас торговых точек насчитывает ваша сеть? Сейчас компания насчитывает около 300 торговых точек по всей России, странам СНГ и несколько есть даже в Европе. То есть по всей России, это вы от Москвы или от Калининграда до... Ну, наверное, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ага. Кто ваш основной покупатель и как меняется его портрет, если, конечно, он меняется? Ну, основная у нас аудитория женская, где-то 85% у нас это девушки, поклонницы нашего бренда и, безусловно, гурманы. У нас есть некоторые движения в рамках изменения царевой аудитории и в основном она молодеет. А покупатели основные, это постоянные те, кто пользуются продукцией? Или, быть может, есть там, условно, залетные, которые, в общем, подарок ищут там или как-то еще? Есть у нас такая история, потому что очень большой наплыв людей как раз накануне праздников. Это 23 февраля, 8 марта и Новый год, безусловно. То есть есть люди, которые постоянно приходят к нам раз в год за подарками. Но, тем не менее, 89% оборота всей компании делают именно постоянные гости, держатели карты. Так, а запросы этих постоянных гостей, они как-то меняются? Есть какие-то тренды в вашем направлении? Ну, пробуют и что-то свое постоянно, и что-то новое. То есть мы постоянно расширяем свою линейку, обновляем коллекции, и, соответственно, это могут быть какие-то аналоги, либо абсолютно какие-то новые позиции, которые, например, соответствуют трендам по рынку. Например, вот сейчас очень популярен гречишный чай, соответственно, мы его вводили в ассортимент. Либо, например, после пандемии пошел больше запрос на какие-то зожные позиции. Соответственно, ассортимент с лимоном, с ягодами боджи, вот они у нас тоже как бы подрасширились. Как мы поняли из вашей презентации, вы фокусируетесь на эксклюзивных предложениях в том числе. Вот насколько сложно найти поставщиков под такие какие-то, может быть, хотелки, запросы и так далее? Это сложно, и у нас эта работа проходит постоянно. То есть у нас нет такого, что мы достигли какого-то уровня и, соответственно, перестали в этом плане работать. При этом как раз в начале, когда мы только нащупывали вот эту вот нужную свою линию, мы рассматривали и масс-маркетовские позиции, и в итоге мы поняли, что мы не пойдем этим путем и будем полностью предлагать эксклюзивные позиции. Соответственно, мы ездили на разные европейские выставки, искали поставщиков, пробовали, и в итоге нашли тех самых, с которыми работаем уже много лет, более 15. У нас очень теплые отношения, и, соответственно, они полностью отвечают под наш запрос. Мы можем контролировать качество и запрашивать те купажи и те вкусы, которые нам актуальны. Так, а как вы знакомите покупателей в случае, если какая-то новинка приходит? Это покупатели у вас просят, там, привезите гречишный чай, или вы привозите, и как вы предлагаете? Как вы говорите о том, что вот что-то новое появилось у вас? У нас есть тоже две темы. Во-первых, мы всегда слышим и слушаем наших покупателей, потому что как раз вот какие-то темы, которые нас спросят, мы стараемся их отслеживать и актуально и быстро вводить их в ассортимент. Второй момент, мы смотрим, какие есть направления по рынку. Например, в той же Хорике, например, появляется какой-то тренд на манго, соответственно, там, на лимонады, на конфеты. Мы, соответственно, пытаемся отследить его и ввести какие-то позиции, например, в нашем ходитерском производстве, либо в чайном ассортименте. Что касается программы лояльности. Как я понимаю, покупатели, вы уже сказали, большая часть у вас постоянных. Как вы вкладываетесь в программу лояльности? Какие плоды она приносит? Как еще она работает у вас? У нас полностью создана самостоятельная программа лояльности. Мы очень долго к ней шли и очень скорпулезно к ней относимся. И, соответственно, все фишки, бонусы, скидки и подарки гости могут получить только имея карту Кантаты. И, соответственно, мы можем отследить все этапы жизни покупателя и отслеживать какие-то тоже внутренние запросы, например, чтобы накануне праздников было какое-то интересное предложение, чтобы людям было актуально и полезно к нам прийти. А насколько это персонализировано? То есть вы прямо каждому индивидуально предлагаете или все-таки это какая-то пока общая рассылка к праздникам? Пока больше общая, массовая, но тем не менее в сторону персонализации мы в том числе и идем. Например, в этом направлении мы работаем с капсулем кофе. Это достаточно узкий запрос. То есть человек может не пить чай, он не может пить кофе в зернах, но тем не менее у него есть капсульная машина. Соответственно, мы смотрим на эту тенденцию. Если человек купил первый раз кофе в капсулах, то мы предлагаем ему интересный оффер, который будет ему выгоден, чтобы вернуться. А в целом, если вернуться к событиям прошлого года, влияние пандемии вы как на себя ощутили? То есть у вас стало меньше людей покупать или наоборот люди сидели дома и хотели пить чай вкусный? Ну, здесь нам пандемия скорее сыграла в плюс, потому что как раз возможности ходить в рестораны не было, возможности отдыхать тоже не было. И запросы на качественный продукт, в том числе и напитки, которые люди пьют, он сильно возрос. Плюс, когда люди привыкают пить кофе в кофейнях, дома хочется все-таки повторить эту историю. Очень многие купили себе кофемашины и, соответственно, запрос к нам возрос. Плюс пандемия повлияла на развитие онлайн-проекта. Соответственно, если раньше гости приобретали в онлайн-формате что-то либо очень большое, либо действительно большое количество подарков, например, там родительский комитет или корпоративные заказы, то сейчас мы выстраивали уже отношения, что купить онлайн можно так же просто, как и в рознице. А как вы доставку настраивали? Доставка – это, на самом деле, отдельная история, потому что как только началась пандемия, у нас было условно 5 курьеров, а нужно было на следующий день 50. И мы пошли в этом плане нестандартным путем. Мы полностью отказались от внешних служб доставки и, соответственно, набрали своих курьеров, потому что нам было принципиально важно, кто в какой одежде и с каким лицом приносит заказ нашим покупателям. А сейчас, когда, скажем так, пик вообще онлайн, он сейчас прошел, условно ведь, наверное? Он у нас не прошел, он у нас, скажем так, вырос с доли 3% до 10%, и он на этом уровне удерживается. То есть люди продолжают покупать онлайн? Да, да. Но мы, соответственно, старались этот спрос, этот тренд укрепить, при этом розница уже восстановила свои позиции и, соответственно, делает так, чтобы онлайн можно было заказывать на постоянной основе. А в онлайн приходят прежние покупатели или как-то вы и новых там привлекаете? Абсолютно разная история. То есть кто-то был до этого покупателем розницы и, соответственно, попробовал онлайн-сервисы, кто-то, соответственно, первый раз заказывает в онлайн-формате. Если в целом сказать о том, какой бы совет вы могли дать поставщикам, производителям, чем сейчас проще всего завлечь покупателя? Мне кажется, эмоциями, потому что хороших продуктов много, а то, что вызывает эмоции, какое-то сверхожидание, вот этого как раз мало. И плюс я бы еще как раз тоже делала бы акцент на онлайн, потому что в онлайн-формате есть какие-то стандартные истории, там корзина, доставка и так далее. Я бы здесь как раз больше фокусировала бы внимание на сервис и качество, потому что сервис розницы для нас это понятная история, то есть там улыбнулись покупатели, вынесли сумочку, то в онлайне это тоже можно делать очень красиво, очень деликатно и, соответственно, повышать вот эту культуру самого потребления. Ну, я так полагаю, что это наверняка один из фокусов на ближайшее время ваших, да? Однозначно, да. А что еще, на чем еще планируете сосредоточить свое внимание, скажем так, в ближайшее время? Над работой в омниканальности, чтобы у нас все каналы работали бесшовно, чтобы, соответственно, розницы онлайн, они полностью коммуницировали друг с другом, не конкурировали и, соответственно, продолжали работу в этом направлении. Плюс, ну, как бы сейчас, особый фокус у нас делается на клиентоцентричность, соответственно, чтобы мы полностью оправдывали и восхищали ожидания наших гостей. Ну, остается пожелать вам удачи, спасибо, что вы нашли время к нам заглянуть. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok